друзья мы продолжаем видео про борьбу контекстной рекламы ютуба все-таки это друзья или враги и сегодня саша директолог наконец-то расскажет нам историю о том как он начал продвигать свои услуги с помощью видеороликов и начал работать с youtube каналом собственно как я его и нашел расскажи прям с чего все начиналось почему ты решил вдруг замутить ролики что-то стал делать прям пошагово я в общем когда изучал контекстную рекламу сам то есть я сам прибегал к ютубу сам смотрел некоторые видео помимо того что я покупал еще какие-то обучения я еще и все равно нет-нет досмотрел в youtube есть какие-то нюансы как там цели поставить как еще что-то я стал замечать что ну вот есть видео директологов потом я увидел что некоторые рекламируются есть ну пометка и реклама если ну как бы как знающий человек да если человек рекламируется директе значит он получает оттуда клиентов бесплатно никто не не работает то есть вот деньги вкладываться от них ждут каких-то результатов пока я то есть пока я то есть изучал я уже вижу что один человек рекламируется постоянно то есть есть еще и другие медийные личности которые в принципе на постоянной основе выпускает видеоролики я понял что с этого значит есть клиент просто так деньги не вкладываются я попробовал через какой-то период когда я уже начал ну понял что я тоже какую-то ценность несу для людей я начал пробовать записывать ролики сначала я решил ввести подводящие ролики которые будут ссылаться в других видео потому что какие-то базовые акценты а потом я сделал ну видео как я настраиваю принципе яндекс директ да и мустил это в пять часов конечно это не полный мой опыт даже пять часов все равно не уместить да но постарался уместить какие-то основы чтобы каждый человек если посидел да если направил силы тому смог бы все-таки настроить директ вот я надо то есть все это сделал после какого-то времени то есть пошли обращение именно с youtube как я понял что с youtube потому что они говорили что вот посмотрели вот ваше видео и вот хотели бы там посоветоваться либо заказать настройку вот соответственно я понял что отдача есть бы не искать что я супер там youtube занимаюсь да то есть периодически загружаю видео когда там либо интерфейс меняется либо какие-то знания либо когда время есть том что я все-таки сам настраиваю рекламу то есть у меня есть люди которые настраивают и сам я курирую проекты стараюсь по факту то есть как настраивать какие-то нюансы ошибки вот за счет этого ну то есть много отзывов положительные много пишут счет этого наверно она и продвигается вот на сами самих науков продвижения у меня нету как бы как таковых как сделать правильно там какие-то уловки там и так далее вот она как бы сама пошло после этого я старался с периодичностью ну уже почаще как-то выпускать видео по мере возможности но понял что этот инструмент явно приносит заявки причем люди заметно что это как правило сравнимо с сарафанным радио когда люди звонят и уже не выбирают между другими людьми потому что когда выбирают между другими людьми в директе часть из них как раз вот те сайты которые параметры одни и те же то есть количество ключевых слов там цифры поведению да у кого-то есть кейсы у кого-то нет кейсов вот и людям сложно понять а тут объясню то есть они уже посмотрели мой ролик особенно если большой ролик они уже видели мой уровень профессионализма уже понимает что это не какой-то фрилансер который как раз пять дней назад научился настраивать рекламу и сейчас будет им настраивать они понимают что явно опыт есть я не какой-то аферист и уже горячие обращаются ко мне ну вот обращаются как ты замечаешь там например там с контекстной к тебе пришли с каких-то других источников с youtube какая разница в том какие вопросы не задают как они общаются с youtube мне когда обращается они узнают мой голос они уже дата голос то есть мне оставили заявку на сайте я звоню а александр да узнали то есть они уже знают то что меня на голос они знают как я работаю как я настраиваю то есть вопросы у них минимальные они спрашивают там по срокам там может быть какие-то прогнозы сколько по бюджету нужно денег то есть какие-то нюансы которые нужны при настройке вот но в принципе вопросов там работать со мной или не работать доверять мне или не доверять вопрос такого не стоит то есть они уже знают что это человек знает какие-то принципы когда по сарафану радио даже приходит люди все равно то есть но с боязни с какой-то с какой-то осторожностью потому что мало ли кого посоветовали потому что бывает посоветует кто-то советует да вот человек который проверенная бывает человека рекомендует которые ну просто я я знаю что вот александровский директолог попробуй к нему я больше других не знаю и тогда человек обращается ну вот а самого меня не знают не знает про мои видеоролики то есть не видел как я настраиваю не знает результатов кейсов каких-то вот сопротивление больше то есть есть продвижение социальных сетях там тоже часть кейсов показывал и все равно то есть с ютуба это проще приходит поэтому youtube ну преимущество youtube в том что он показывает экспертность в данной нише да вот конкретно в моей ситуации она показывает мою экспертность и нет вопроса в экспертности она как раз моей теме вопрос доверия он крайне важен вопрос доверия закрывается и поэтому мне закрывать там уже принципе нечего количество затрат которые у тебя были чтобы реализовать сделать эти ролики выложить на ютубе и там крутить какую-то рекламу затраты только временные да я не супер какой-то спикер да не обучался ораторскому искусству для меня как бы это сложно давалось поэтому временные да то есть я первый я ролик вот этот который раз долгий был я его по-моему там месяц записывал то есть растягивал то есть я потому что когда записываешь там еще есть такая штука что ты себя критикуешь сильно думаешь а блин а вдруг я не то скажу когда настраиваешь сам то есть сам себя проверяешь она тут боя боишься что твое слово может быть какой-то ну то есть неправильно сказал ты лезешь справку в реально я так сказал или не так проверяешь формула который ты показываешь то есть правильно ты так и поэтому ну и плюс говорилка еще не не развита ты запинаешься ну там и так далее вот поэтому то есть временные то есть в первом месте твое большое видео я за месяц снимал первые короткие там ну как бы по 30 минут по часу выпускаю видео я вообще редко ну стараюсь сейчас на регулярной основе как раз потянуть youtube вот за счет того что обращение приходит обращение горячие ну по факту денежных вложений не было в шапку шапку и заказывал шапку и заказывал ну как бы все больше ничего не заказывал реклама рекламный бюджет то есть ну как бы у меня проблема вот конкретно с аналитикой там период запускал рекламу но у меня там я на месяц кладу 15 тысяч рублей мне один источник трафика там работает это вот в поиске по ключевым словам у меня работает мое видео всплывает ну как бы все больше из-за того что как раз у меня сейчас знаний не хватает когда источник это конечно освою да и в плане рекламы тогда я буду уже более осознанно относиться сейчас это я знаю что это работает знаю что с тема обращается поэтому минимальный бюджет там есть причем на старте я вообще ни копейки не вкладывал вкладывать я начал так вот недавно еще тебе инструмент у тебя есть там пятичасовой курс который ты используешь который есть youtube канале он вылазит по рекламе discovery в ю тубе настроены на поиск только на поиск наверху то есть папа по ключевым словам типа настройка яндекс директ ты все время на первом месте там я так понимаю поток небольшой там 50 100 рублей в день наверное но как бы больше просмотров и это очень хорошо согревает и так понимаю еще саша огромное количество комментариев там поддержки под этим роликом можете почитать посмотреть есть даже кейс упоминал вроде что там человек самостоятельно все настроил там получил определенный выхлоп да и есть еще таких не одни да там многие кто после этого видео еще устраивались в агентство то есть мы многое писали людей то есть они потом посмотрели да они поняли что научились чему-то и пошли в агентство их берут даже то есть заметьте человек просто раскрыл все свои карты объяснил все пошагово как где делается ну просто бери конкуренты уходи этот конкурент идет работать в агентство или что-то свое организует то и начинает пиарить сашу он пишет в комментариях хвалит это тоже отражается на тех кто будет к нему обращаться он его рекомендует если там сам не успевает даже конкурент начинает тебя тоже в какой степени работать заказа кстати вот приходит которые по сарафану которые они тоже частичность ютуба они ну людей спрашивают блин а вот я хочу настроить не знаю кому обратиться и он даже сам не работая со мной он знает меня он говорит вот александр скаленка настраивает вот тебе ссылка на сайт его и то есть такие тоже рекомендации бывают кстати стоит заметить что сейчас ты будет говорить директолог тот кто настраивает контекстную рекламу по твоему мнению вы преимущество ютуба ну преимущество ютуба она в согревании то есть вы можете удаленно познакомить своей компании познакомить как вы работаете познакомить показать свой склад показать на моем случае я показываю как я работаю то есть это вызывает некое доверие к человеку то есть мы как будто через экран пообщались я показал как как другу тебе там что вот и так настраиваю вот и ты в голове уже держишь внимание что я умею настраивать я явно это пять часов как бы я явно не не фантазия да не наугад жму кнопочки вот и если ты бизнесмен это в какой-то период либо тест сам решил когда думаешь делегировать день делегирующий мне потому что ты попробовал сам допустим получил конец результат ты понял что это работает либо ты когда настраивал ты понял что это слишком сложно тебя ты понимаешь что явно вот человек который умеет это делать либо ты не умеешь настраивать или у тебя просто просили ты знаешь кто-нибудь кто умеет я знаю одного человека потому что я смотрел его как бы я видел что он точно разбирается я и советую его также это в других темах то есть макияж какой-нибудь там лаки такие на ногти это ремонт и там санузлов как и показывают да там возможно вы видели компанию что люди вот приезжают как они ремонтируют своим подходом то есть какие-то свои преимущества мы можем показать видео и это все может быть и на ю тубе то есть как дополнительность человек заходит и дальше начинает смотреть знакомиться с компанией знакомиться с ее принцами знакомиться с кейсами которые они сделали когда мы видим сайда мы видим что-то такое менее живое когда мы знакомимся с человеком видео мы уже знакомимся как ну в какой-то части с человеком с целой компании это более более оживленное олицетворенное не знаю поэтому преимущество ютуба именно в утепление утепление я считаю это главное преимущество а вот спросят в чем в каких цифрах это выражается в продажах как-то замеряется ли а ну то есть в продажах говорю ко мне те кто обращается с ютуба они как правило у меня на сайте есть цены от у меня в группе есть цены от то есть по факту главная планка который у многих есть они знают как я работаю у них есть планка но по деньгам не это устроит да минимальную планку они как бы знают они обращаются спрашивать некоторые нюансы которые и там я уже решаю просто я могу этому человеку помочь конкретно с его ниши я ему говорю то есть как правило из десяти человек которые ко мне обращаются может быть два человек один наверное один там который уходит подумать да ну скорее всего он потом через какое-то время реально обратиться трем-четырем из них я сам отказываю да по каким-то причинам сайт не готов там еще что то вот а все остальные закрывать закрывается из тех которые которых я сам могу взять да и то есть 90 процентов по факту закрываются они говорят что я посмотрел ваше видео вот хочу обратиться а с другого источника трафика какая конверсия примерно но с других источников трафика просто у меня по факту работает на самом деле это вк как бы youtube туда идет с youtube от трафик века переваливается в аккаун тоже подогревается да там постами каким-то и приходит только такой синергетический эффект ну по факту первые касания части ютуба есть те которые в камень еще до этого знали да да ютуба они тоже там рекомендую до сарафан то есть можно сказать сарафан был у меня таргетинг вк источники ну то есть там был конверсия не то чтобы там конверсия меньше да если то если на ю тубе маска 90 процентов то в к это было там процентов 60 но там были клиенты которые немножко другое отношение было то есть их я уверенных можно утеплить да еще доработать но он тот момент когда я получал они были им нужно было дать тест-драйв какой-нибудь да там за 5000 рублей попробовать за часть услуги которая в моих вложений больше требовала то есть я как бы давал наперед то есть заранее делал дешевую услугу которая ну как дальнейшая могла мне купиться вот поэтому как бы больше для меня телодвижение было с youtube уже приходят как раз те люди которые вот уже понимают по цене понимают какие работы и сразу платят деньги в каких случаях из всех инструментов которые предприниматель может применять когда стоит использовать контекстную рекламу для чего именно этот инструмент каких случаях контекстную рекламу стоит использовать когда хочется быстрый результат да то есть то есть быстро получить заявки это чтобы получить то есть ну запуск конлекционной рекламы у нас, допустим, это в среднем 7-9 дней. То есть 7-9 дней, как правило, первые заявки идут как раз на первый-второй день после запуска, то есть они сразу же идут. Для ниш супергорячие, то есть человек особо не размышляет, потому что в других источниках они вообще в принципе сложно будет продвигаться, там, таргетом сложно, человека, который хочет эвакуировать машину, либо, не знаю, может быть, есть кейсы, да, где ремонт компьютеров или какой-то ремонт, который, ну, мелкий, то есть не такой большой, как ремонт квартир, допустим, где услуга отложенная, да, какая-то, ну, точнее, мелкая и быстроделаемая, то она, как правило, хорошо зайдет в контексте, потому что быстро принимает решения, а в других источниках, я думаю, она будет хуже продвигаться. Она не подходит, проще сказать, для чего она не подходит, она не подходит для тем, у которых еще нет спроса, то есть услуга не сформирована еще, то есть ее можно каким-то околоцелевым делать, какие-то околоцелевые, ну, это как бы сложнее, сложнее, чем пойти там в тот же СММ какой-то, там легче найти аудиторию, вот, если есть, если заходите в Wordstat и есть спрос по вашей услуге в вашем регионе, то, значит, ну, и можно проверить, чек конкурентов, как правило, если конкуренты есть, то 100%, да, это работает, если конкурентов нет, то это либо и рынок старый, то, скорее всего, тут какой-то подвох, да, лучше со специалистом проконсультируется, стоит ли это начинать, потому что если конкурентов нет, то это плохой звоночек, вот, если конкуренты есть, значит, это у кого-то работает, есть штуки ручной работы, которые продают интернет-магазины, но в интернет-магазинах это не ручная работа, это просто вот, что там, альбом какой-нибудь ручной работы, да, да, из дерева, да, вот, с фотками, да, вот, допустим, их не ищут, они знают про такую возможность, да, и мы им, если будем показывать это в директе, то, во-первых, конкретного спроса не будет, и нам придется рекламироваться там по подаркам, да, каким-то, там, подарки на 8 марта, там, какую-то картину, и она будет, ну, сложнее заходить, и, ну, как бы, результат будет сложно вытягивать, то есть, его можно попробовать, да, можно вообще любую нишу, на самом деле, прицепить к какому-нибудь около целевому спросу, но это сложнее продвигается, и, ну, много директологов откажется, ну, и правильно сделать, потому что в таких случаях лучше развиваться в социальной сети и показывать это предложение, знакомить людей и там уже искать отклик. Аудитория контекстной рекламы, чем преимущество, то, что они искали твой продукт, они его, в момент поиска они его видят, либо после того, как они его искали, вот, соответственно, это, ну, горячая аудитория, потому что она только что искала и, ну, в ближайшие дни, и она это предложение и видит. Я считаю, Саша, мы пришли к чему, что все-таки контекстная реклама и YouTube – это друзья, они дополняют друг друга, может быть, ну, если что, поспорить, да, там, что у нас у контекстной рекламы одни задачи, которые мы обсудили, да, а YouTube – это тема утепления, она может быть там не впрямую, нельзя сказать, что вот столько-то на продаж принесло, но ты на своем опыте прочувствовал, как при общении с клиентами, насколько сильно влияние именно тех видеороликов, которые ты снял и рекламировал на YouTube-канале, причем как бы затраты и вхождения были минимальные для того, чтобы начать это использовать. Естественно, это не для всех ниш, а чтобы узнать, какие ниши и Саша также, чтобы понять тему YouTube лучше, на своем канале разместить ролик, уже задавая вопросы мне по YouTube-каналу, и мы обсудим уже подробнее, что же такое YouTube, какие у него преимущества, недостатки, где его лучше использовать, для каких целей и задач. Поэтому обязательно смотрите пятичасовое видео, Саша. Ну, реально стоит того, просто разобраться хотя бы. Конечно, лучше это ручками сделать, иначе это не запоминается, но в любом случае поможет вам выбрать правильно директолога. И обращайтесь, переходите на канал, подписывайтесь также к Саше, и смотрите ответное видео уже с больше моей говорильни. До связи!